Музыка Сейчас снова стали поднимать или превозносить дары, дары Святого Духа, чудеса, знамения, какие-то сверхъестественные вещи. И забывают верующие о том, что тот, кто дает эти дары, намного выше и намного больше самих даров. Христос Сам своим присутствием дает абсолютно весь спектр самых возвышенных чувств, какие только могут быть. Проблема только в том, что мы это не используем. В общем, когда-то произошла встреча воскресшего Иисуса Христа с учениками, которые шли по дороге, вы помните эту историю. И что они говорят? Там не было никаких чудес, никаких знамений, ничего. Они говорят, не горело ли наше сердце, когда Он с нами говорил, когда Он Писание нам изъяснял. И это самое важное, я не знаю, как у вас, но по многим церквам именно на разбор слова очень мало людей ходят. Именно Библию читать очень мало людей хотят. Не горело ли наше сердце? Они хотят, чтобы что-то такое внешнее произошло, и тогда это поддержит их веру. Не горело ли наше сердце, когда Он с нами говорил, все, больше ничего не надо. И знаете, что потом они делали и о чем свидетельствовали? Они рассказывали о происшедшем с ними на пути. Почему мы не рассказываем? Потому что не происходит. Всего-то навсего надо просто переживать это. Ни идеи, ни богословские системы, ни всеобщее религиозное сознание, ничего не заменит самого Иисуса Христа. Оно не обязывает следовать. Вот мы с вами называемся последователи. Это все не обязывает следовать. Что обязывает следовать? Личная встреча с Господом. Когда Он призывал учеников, что Он говорил? Следуй за мной. Он не говорил за учением, за богословием, за какими-то системами. Он говорил, следуй за мной. И этого достаточно. И даже больше, чем достаточно. Он Сам является главным содержанием нашей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok